Яма, отмель, река, озеро. Практически каждый рыбак задает себе этот вопрос перед тем, как отправиться на рыбалку за хищником. Сегодня я поделюсь с вами своими наблюдениями, которые я делал на протяжении 30 лет. Я не буду зачитывать вам строчки из книг, журналов, я не буду пересказывать вам строчки из интернета, а постараюсь дать вам множество советов, которые не оставят вас без хорошего улова. Привет-привет, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Весна. Почти всем спиннингистам знакомо это чувство, когда скребут кошки внутри, когда хочется выбраться на водоем, хотя бы на часок, побросать спиннинг, снять этот зуд, который не дает покоя. В конце зимы или ранней весной, когда стоячие водоемы еще покрыты льдом, у щуки начинается преднерестовый жор. И эту возможность упускать нельзя. Можно не только снять зуд, но и неплохо отловиться. В это время можно спокойно выходить на реку и облавливать нужно места с замедленным течением, какими-то препятствиями, коряги, которые можно увидеть визуально. Растительности в реке ранней весной практически нет. Вода еще не подымается и поэтому не составляет особого труда найти по виду наиболее перспективные точки для засады хищника. Облавливаю в это время я в основном береговые зоны, а приманки использую небольшого размера, так как у рыбы полно икры, и на крупные приманки хищник реагирует гораздо хуже. С нарастающим весенним теплом на стоячей воде у берегов начинает активно таять лед, и это отличные места для ловли хищника. Крупные экземпляры в это время начинают нереститься, а щука поменьше, активнее начинает кормиться, и поймать ее не составляет особого труда. Но в это время ее лучше не беспокоить, чтобы рыба осталась не только нашим детям, но и нашим внукам. Во время нереста щуки я считаю, что лучше переключиться на ловлю окуня. В береговой зоне он неплохо берет на микроджик, он тоже доставляет немало удовольствия. В разгар весны, когда вода уже поднялась, я советую рыбакам выходить на реку, поскольку поклевки здесь происходят гораздо чаще. На небольших глубинах, в береговых зонах, на отмелях, косах, в местах с небольшим обилием растительности. Лето. Отличное время года, теплые деньки, но рыбалка летом на спиннинг я считаю самая трудовая. Не получится стоять на твердом берегу, чистеньком, и показывать хорошие результаты. В это время я предпочитаю залазить в воду и перемещаться в траве в береговых зонах, практически как жаба, в поисках каких-то окон в водорослях или других наиболее перспективных точек. Летом практически всегда нужно уметь подавать приманку на точность, иногда проводя ее даже 1-2 метра, чтобы получить большее количество поклевок. На стоячей воде летом найти хищника гораздо тяжелее, ведь он разбредается по всему водоему. И поэтому, если вы не обладаете достаточной информацией о стоячем водоеме, лучше отправиться на реку. Ведь на реке хорошие места для ловных хищника найти визуально простым взглядом гораздо проще. К концу лета вода в водоемах становится прозрачная, и растительности в них становится значительно меньше. И поэтому наступает время экспериментировать. В конце лета или в начале осени хищник уходит подальше от берега в поисках различного рода укрытий, которых в береговой зоне становится значительно меньше. И у берегов остаются экземпляры небольших размеров. В поисках больших экземпляров облавливать нужно наиболее дальние дистанции и прикладывать немалые усилия. Облавливать нужно большое количество мест, порой проходя немало километров. Осень. Пожалуй, наиболее перспективная пора для ловли хищника. Осень – это время больших трофеев, время хороших результатов. Осень – это пора года, когда нужно доставать из арсенала крупные приманки. И то время, когда зачастую нужно делать заброс на дальность, а не на точность. Именно осенью я предпочитаю переместиться на водоемы со стоячей водой, так как на реке бесплатно средств хищника становится добыть очень проблематично. Укрытий для атаки на реке становится значительно меньше, и хищник ищет засаду в изменении рельефов дна, в коряжнике, где добывать его гораздо тяжелее. В отличие от стоячей воды, где щука или окунь может охотиться, попросту находясь на открытой местности. Растительность в стариках или озерах становится гораздо редкая, и поэтому отлично будет облавливать, подавая приманку, в остатки лопухов, травы, проводить приманку под нависшими деревьями, или же вдоль различных кустов, камышах. Также в это время неплохо облавливать устья старец и заливов. Использовать в это время года я советую джигголовки или различного вида блесна. Короче говоря, все приманки, которыми можно облавливать придонную толщу воды. Осенью, в отличие от лета или весны, поклевок в верхней толще воды становится ощутимо меньше, и с уменьшением температуры воды сводятся вообще к нулю. За исключением ясных, теплых, осенних, можно сказать, считанных деньков. Также осенью я часто замечал такую тенденцию, когда на водоеме ветер, а он практически всегда. В это время года с подветренной стороны, где нет волны, зачастую проявляется активность хищника в виде всплесков. Но, как правило, это не крупные экземпляры. И еще, я часто замечал, осенью, чем хуже погода, тем крупнее рыба. Но всегда есть исключение в любых правилах. Поэтому, надо всегда пробовать, всегда экспериментировать. Кстати, я приглашаю вас подписаться на наш канал. Мы всегда экспериментируем и любим необычные способы ловли. Еще осенью вода становится практически прозрачной. Поэтому, я посоветую вам не использовать яркой одежды. Также, следить, если солнечные деньки, чтобы ваша тень не падала на воду. Вообще, я всегда советую маскироваться, особенно при ловле жериха. Тот вообще уникум. И порою он видит в воде за 30 метров. И, к слову, всегда в камуфляже щука, независимо от поры года. Поэтому, она такая хорошая охотница. И, я думаю, рыбакам нужно следовать ее примеру. Как говорится, нужно сливаться с природой. И вот еще интересное наблюдение. Плавая с водолазной маской, я наблюдал такую картину, что при сильном ветре или дожде, видимость в береговых зонах сводится к нулю. А, соответственно, и активность хищника становится значительно хуже. Вообще, я хочу посвятить несколько их следующих видео именно прозрачности воды, цвету приманок в зависимости от поры года, а также типам приманок, которыми, я считаю, ловить гораздо перспективнее. Или же весной, или летом, или осенью. Поэтому, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наше следующее видео. Ну, и к завершению нашего видео, хотелось бы остановиться на ловле хищника зимой. Зимой ловля хищника происходит в основном на жерлице. И это в основном щука. И существует немало мифов о зимней рыбалке. В своих предыдущих видео я разрушил немало стереотипов о зимней ловле хищника. И показал немало хитростям. И вот самые распространенные из них. Яма или мель. Множество рыбаков думают, что зимой хищник стоит и охотится в яме. А на мели, а так, мелочь. Нет, нет и нет. Это абсолютная неправда. И я часто доказывал на зимних рыбалках ни в одном ролике у нас на канале. И советую вам их посмотреть. Зачастую поклевки отличных трофеев происходят на глубине 20-30 см. Так что нужно всегда экспериментировать, всегда двигаться. И лучше иметь 5 жерлиц и переставлять их в разные места, чем поставить 20 и ждать какой-то нелепый куш. Второй распространенный миф и даже очень распространенный, это то, что щука зимой ловится только на стоячей воде. И это тоже абсолютное заблуждение. На реке или на проточных водах хищник берет никак не хуже, чем на стоячке, а порою намного лучше. Единственное, что на этой рыбалке намного опаснее. В последнее время на наших водоемах порой становится ловить практически невозможно. И с первыми лучками солнца водоем становится красным от флажков. Люди стараются занимать места при свете фонаря или каких-то там факелов. Ставка на ставке. При сработке одной из них бегут из разных краев водоема в надежде, что эта поклевка именно у него. Порой доходит до споров и испорченного настроения на весь день. Честно говоря, я никогда не лезу в гуще такой рыбалки. На реке вы практически всегда вне конкуренции при ловле хищника. Там в разы меньше рыбаков. Также еще это объясняется тем, что на реке хуже ловится мелочь на удочку. Хотя это тоже миг. И я не раз доказывал и буду доказывать обратное. Просто нужно знать некоторые тонкости и некоторые секреты при ловле на реке зимой. Я обязательно буду посвящать этому целые ролики в ближайшее время. Поэтому подписывайтесь на наш канал. И возможно, мой хоть один совет поможет вам в поимке хорошего трофея. Ну что ж, дорогой зритель, если эта информация была для вас хоть как-то полезна, ставьте лайк. Если же бесполезно, ставьте дизлайк. Ну и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши следующие видео. Субтитры подогнал «Симон»!